привет всем пацаны начинаем процедуру просили снимать рассказывать ну короче рама на мерседесе как это как веревка вот такая мы и палить но опять масса мы все судим от чего от наших задач а немцы чуть-чуть не так ну то есть мы ее он выставили по уровню я все выставляю по уровню то есть намастили пенечка обязательно чтобы она у нас была по уровню зачем сейчас у меня задача вот сюда зацепиться она была вывернутая я их прогрел вот тут еще был выворот отбойник видите как на резиночке и выбила видите как не знаю вы видите ездили на отбойнички состоял насос этого кондиционера вот этого и этот хозяин вынял перемычка здесь я пришла такая и ну из-за этого или или нет но раму чуть-чуть вывернула я тут оравнял как бы грел тут сейчас режем швеллер саняй хотим сюда наложить это все зацепить максимально саня он уже режет какие-то мы на металломе по находили все говорю из мусора первый этап выставить все это выставить чтобы на вас была из-за того что открывая все равно мы ее будем резать но сейчас и начать и мне нужно это место максимально где будет стоять этот манипулятор зацепить есть у меня один вопрос как меняется соленблоки вот эти ведь они заклепанные как бы нюанс с этими все ясно и им жопа и их нужно менять да и охота поставить подушки мысль меня но без перемычки ты ее сюда не всунешь то есть будет раму выворачивать обратно как отбойник нужно как-то выварить перемычку мощную под этим двигателем санял уже пилит ну как-то вот так вы что то есть даже если вы сядете и визуально вот она и визуально видно что вот глаз если вам не режет это уже хорошо но говорю рама холодец дождь начинается ну как обычно а завтра ехать там рыть что-то нужно поменять и как-то вот так самое главное выставиться что мы ее сейчас будем сверлить чтоб в этом положении зацепилась а потом следующий этап режем ее и вгоняем камазовскую раму в середину опять же все по уровню один плюс у мастереса что размеры более-менее то есть нормальные ходит все и выходят но охота воздух но воздух без и я говорю перемычки но он будет выворачивать раму ну и все выкинем раму тут как бы все хорошо все усилитель есть но тут еще и шла перемычка она у меня есть лёхами и отдал но как говорит питали эвакуатор шик рамы на мерседесе нет все хорошо движок все классно ну она вот играет как-то он вообще будка ее короче держала без будки ребра ну холодец но опять полная масса до 11 тонн все а мы возим 9 и плюс холодильники рэфы и все такое самое главное одно полная масса я всем объясняю метам говорят за зилы 131 я люблю зил ну машина хорошая но как мы ее этот эксплуатируем у нее написано что полная масса 10 тонн по моему там узла 10 500 у этого 131 а мы вешаем что самосвалы манипуляторы а потом этот лопается раму них за кабиной часто видел ну зилы хороший автомобиль но только нужно его соблюдать как и все все наше а мы хотим получить конфету из велосипеда и за чего все это сейчас все усилию а метам один написал сильный есть там у меня авторитетный это профессор там зил я да самая длинная рама я это все знаю что можно было это все сделать на я телегу камаз кабину камаз да метр но мазилу тоже рама вот такая с и передину очко вот я вам даже сейчас покажу она самая мощная рама потому что найдет двойная рама видите двойная рама но она оканчивается от передок узела не знаю видно сидит размера видите перед к сантиметров 12 но вот моя рука на марселесе вот такая и у всех они вареные на отбойниках видите у меня вот мы тоже самое там она все вареная того что не годится но они жопу сделали максимально мощных самую мощную из наших автомобилей отечественных планет порами вот она разобранная елская рама да классная но она к кабину идет велосипед так что как-то я объяснил не знаю здесь видно и и вот взял по руке кто там сам вот идем даже рукой и мерседес до мерседес одинаково а хотя здесь аж как на камазе даже выше на сантиметр ребро я думаю что будет все работать как-то у меня все из опыта а вот тут и я умею еще поравнял чтобы убрать вертолеты все равно мы ее обрежем она замрет так как уже мне будет нужно но сам факты правильно начать то есть выстоит только по уровню чик-чик убрали убрали вертуха и ну рассказал я думаю всем доступно в этой теме хоть понимает пораз сделаем неправильно а потом уже этот вот один минус что номер отсюда ну не знаю минус вырежем люк да и все вот у меня номер вырежем шахту какую-то чтоб было видно что это никакая химия как оформить ее ну буду пытаться оформить вот эти же двигателя же мы оформляем на зелы да там на советовский я там камаз ну у нас я думаю еще как-то можно оформить единственное что полную массу нельзя поднять да ну хоть в теории мне говорили что можно но это все дорого и очень сложно институт на нем они там садятся и испытывают разработки ну короче это все виртуально я думаю что на эту полететь легче на луну чем все это ну для меня соваться у меня работа не как у всех я работаю в радиусе 10 километров 20 дальше я не езжу там уже не заработает будем пытаться и а в принципе из-за чего телега камаз кто там не видел из-за того что охота мне возить липхера там весом 12 тонн у меня где-то где-то что делаем нашел на металломец кашвеллер но какой-то хотел его резать но я потом испугался на усиление 10 миллиметров а это 16 губы 24 нашел там 20 сейчас тортуем шлифуем с вами рассказал этом писали расскажи как шоп покажи ну думаю более-менее все объяснил сравнил как она будет работать неизвестно никому все занимаемся сильно много на малоболе же вот так вот залезаем солей разобрали одну сторону все-таки вырубали мы заклепки чтоб нормально размер перенести сюда зачищаем сейчас будем вот это одевать как-то сюда самая сложная и невидимая работа дать разметку отверстия совпали это самая любимая работа моя ваш она невидимая уже 700 раз этот филлер мы одеваем и снимаем чтобы все подогнать чтобы она отделась коробочкой на раму берем как-то швеллер один подогнали 1 более-менее там отверстие вырезали отверстия под номер вот его номер для истории то есть вырезали чтоб все соответствовало что внимание где варенах для истории то есть рама цельная все четко ну что сана будем мерять и сверлить времени ушло у нас на это на один тока и тоже что ж има отверстий сама любимая работа сверлить 20 по размерам дырку вырезали под сюда чуть я его с ларочкой взялся чуть-чуть из-за того что рассыпается все как-то короче вот так вот что братья 1 1 этот свиллер мы со санечкой зафиксировали вот на это все у них ушел день на разведки на дырочек на сверлить самая моя любимая работа это сверлить честно вот я и так обожаю сошь аж руки не имеет у соседей блин так что тут дырок на штук 40 мы а я перешел на болты mercedes 12 были ответственно этих на болтах но они не 12 13 у них там для запаса чтобы не мучаться когда его собирают да я перешел на 14 болт мановский сразу сверлим и у нас получается вот видите идеальное отверстие получается у нас телефон глючит как-то звеняет и бегает сейчас мы чик вторую нету не цельного 20 швеллера нету сварил нержавейка все ответственные швы я нержавейкой аварию и все работает так что как-то вот так вот пилим режем саня солярку сливает из бака сейчас нам ехать на работу рыть надо что-то что-то рыть надо вот так оно получается я думаю будет хорошо мощно а потом уже сюда будем делать надрамничек на манипулятор чтобы уже есть зашел зацепиться передать нагрузку максимально подушечку уже есть чему-то зацепить ее будет обязательно перемычка снизу того что раму выворачивает это неправильно неправильно я думаю что будет работать то есть и подушкам будет там то есть ну чисто снимать нагрузку из двух ушей да то есть отделить не на две точки опоры а на 3 там выставим там я думаю атмосферы полторы чтоб килограмм семьсот восемьсот там будут тонны а набрала да на одну свою сторону да и все о том умеем и будет то есть у нас уже делиться нагрузка из-за того шрама на этом марселесе запереди не айс но я уже объяснял но тут есть плюсы есть усилитель видите как бы нормально я не стал его заводить дальше рубать заклепки уже ну не вижу смысла оденем эту перемычку сюда и и не было здесь еще одну сделаем вот как-то вот такой у нас этап получается как говорит у меня знакомый хорошие дела быстро не делается очень много времени на разметку дырки вот это вот это все зарезать а уж там мешает то есть оттуда зарезать высверлиться но уже вот вторая уже будет легче мы уже въехали сейчас еще раз раму выставим проверим пацаны вот такой этап большие ролики там снимать нашу снимать первый этап объяснил рассказал сейчас едем на работу что-то выкопаем что-то заработаем пока еще можно дай бог так что и и и все опять шлифанем этот шоу у меня перекроется сверху над рамником он где-то будет это шоу вот тут ну то есть нормально никуда он не денется как-то так что там тайну и и все что-то еще рассказывать будем следить как она все идет я это все просто выдумаю по ночам лежу и думаю как это все обыграть материал хороший современный видите и этот лучший швеллер полка в 90 разах они как-то называется по моему у и п маркировка вот видите в чем разница то есть нету вот этой губы как вот здесь а мне вот эти больше нравится а их чего-то меньше как-то так ну то уже мы тоже все у меня мост уже вроде бы забирают ходур мост саму метам смотрят подписчики блокировка все есть на нем он блокировка ну что пацаны на этом первая серия думаю завершена идею мою вы поняли балаболить сильно говорю не буду долго все всем привет и мирного неба а мы санечкой едем на работу